Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здравствуйте, мои хорошие Здравствуйте, здравствуйте, маленькие волшебники Здравствуйте, большие волшебники Здравствуйте, друзья Дело в том, что сегодня Какой-то удивительный, необыкновенный день А как вы думаете, какой сегодня день? Какой сегодня день? Сказочный Сказочный Это значит, что у нас сегодня будет какая-то сказка? Да Но она не может быть без вас, правильно? Да Потому что вы будете помогать мне, друзья Да А нашему волшебнику, пусть вы помогаете? Спасибо, друзья Итак, я вам во что принес Мне нужна ваша помощь Итак, сейчас А вот Да, пожалуйста Можно, пожалуйста, пригласите сюда Попрежем А вы присоединились Сидеть на этой подушке На этой подушке может сидеть только самый тихий Так, ну что, все сидят? Всем видно? Да Не может быть никакой Тогда что? Нет Покажем вам наш сюрприз И начинаем, друзья Итак Посмотрите, пожалуйста Что? Это Вот Вот это такое Что это? Чемодан Чемодан Но это какой-то не просто чемодан Он какой-то А какой он, друзья? Белый Блинный белый чемодан Но на самом деле Он еще знаете какой-то? Дело в том, что когда я приезжу кому-нибудь в гости Чтобы рассказать незабываемую сказку Я беру свой чемодан Открываю И беру все возможные сказки с собой С собой С собой То-то И эту И эту И эту И эту И вот эту Закрываю Прихожу в гости Открываю И даже не помню, какая будет сказка. Друзья, вы мне можете помочь? А какая будет сказка? Какая будет сказка? Кто так? Кто так? Сюрприз, кто там? Сюрприз, кто там? Действительно, наверное, за сюрприз кто там. Друзья, дело в том, что нам нужно открыть этот необыкновенный чемодан. Мы готовы? Да! Но чтобы его открыть, нужно что? Посмотрите, что вот здесь? Ключик! Ключик! Да, мой друг, давай ключик. Чей ребенок? Какой неожиданный поворот событий! Мне дали ключик! Спасибо тебе большое! Кто-то еще принес ключики? Да! Все принесли ключи? Возьмите! Давайте я возьму ключики, давайте. И ты принес! И ты, мой друг. И ты принес! Какой ключик! Красивый! Спасибо, Саша! Спасибо большое! Спасибо! Спасибо! Спасибо, мой друг! Ты тоже принесла ключик? Я тоже. Спасибо большое! Все принесли ключики, давайте, и ты принес ключик, и ты. Спасибо большое, все принесли ключики. Ты потом дашь, да, ключик? Хорошо, спасибо. Держите, пожалуйста, ключики. Спасибо, друзья. Итак, посмотрим, что же вы мне тут. Сензай? Какая не ошибалась. Моя принцесса, вот эта. Смотри, как вы красивые, как Сензай, да? Видишь, кто видит ключик Сензай? Да! Вот это да! Какая красивая Эльза. Можно я попробую открыть? Спасибо большое. Итак, ключик с Эльзой. У меня тоже есть Эльза. Ты знаешь, дело в том, что твой чемоданчик... Друзья мои, посмотрите, какой необыкновенный ключ сейчас. Это твой. Это твой, Эльз. Это твой, Эльз. Что он такой? Можно я попробую? Это твой, да? Да. Спасибо, что ты согласился. Да. Итак, я начинаю. Что ты знаешь? Для твоего чемоданчика. Можно я тебе его вот сюда ставлю? Так, друзья. Друзья мои, а можно я ваши ключики на память себе возьму? Да. Спасибо, что вы такие щедрые. Спасибо. 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 Друзья, аккуратнее. Спасибо большое. Дело в том, что этот чемоданчик открывается совершенно по-другому. Он открывается по-другому. Хотите узнать, как? Да. Да. Тогда, друзья мои, приготовьте, пожалуйста, ваши ладошки. Подру, подру, подру ладошки. Тепло ладошек. Попробуем открыть наш чемоданчик. И давайте подуем на наши замочки. Готовы? Внимание. Раз, два, три. Подуйте, пожалуйста. А теперь, друзья, давайте закроем ладошки. И загадаем, какая будет наша сказка. Какая наша будет сказка? Да. Мне кажется, наша сказка будет хохотучей. Она будет хохотучей? Да. А добрая будет сказка? А она будет веселой? Да. А немножко грустинка будет какая-нибудь? Нет. Нет или нет? Ну, немножко можно нанеси. Да. Давайте теперь откроем глазки и подуем еще раз. Ой-ой-ой, что-то это, что-то это. Открылась, друзья. Итак, внимание. Я посмотрю, что там такое. Одним глазком можно открыть, а потом все вместе. Хорошо? Нет. Спасибо, мой друг, что ты такой строгий. Ты нам не пригодишься. Нет. Нет. А можно я посмотрю на глазком и достану вам кое-что? Да, Марту? Нет. Да. Спасибо. Спасибо большое. Помогайте. Итак. Раз. Два. Друзья, извините, что вам какие-то жирафы болят. Скажите, пожалуйста, у нас сегодня сказка что, про Африку? Нет. Нет. У нас сегодня с вами какая-то другая сказка, поэтому я послушаю, чтобы не прошли скорее. О, прошли. Итак, внимание. Какие-то комарики там? Взял, что, сказка про насекомых? Нет, конечно. Сейчас послушаю, что поеду идет. Я упал от мира. Кажется, проедели. Да. Ну, наконец-то, где наша сказка? Раз. Друзья, я вижу какую-то необыкновенную конодук. Ну, можно сделать так же, понимаешь? Ну, вот эти три хранителя пусть сохранят. И мне. 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 Нет, да и нет. Друзья мои. А скажите, пожалуйста, мы в сказке будем дружными с вами? Да. Да. Мы в сказке будем все вместе охранять нашу? Да. А, да. А, да. А, да. А, да. А, да. Так. Поднимите руку, у кого еще нет домика. Так. Сейчас вы санкоди мои друзья прекрасны. Раз, два, три. Вы втрою будете охранителем вот этого домика. Хорошо? Хорошо? Хорошо. А, охранителями вот этого вот домика будут вот… Спасибо. Ну, давай, хорошо. Так, дешево. Хранителем этого дома. Хорошо? Да. Поднимите домики наверх. Теперь опустите их вниз и посмотрите внимательно на домики. Посмотрите, пожалуйста. Вот так закройте… Вот это что такое у домика? Окошко. Давайте вот так посмотрим в это окошко. Угу. А чего не хватает в доме? Вот что самое главное должно быть в доме? Крыша! Ой, я не догадался. Если это крыша… А что еще самое главное в доме? Другое! Белее! 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 А внутри дома вот что самое главное? Ну-ка просто… Белее! Нет! Я кухня. Конечно. Кухня самая… Да, моя принцесская. Снала. Друзья мои, мне кажется… Что? Что там… Не хватает света. Да! Ну, не просто света, а света необыкновенных волшебных звезд, при помощи которых наша сказка начнется. Вы согласны? Да! Поднимите руку, кому не хватает света звезд? Всем, друзья, итак я достаю свет волшебных звезд. Вот так… Ой… Ой… Это что такое? Это что такое? Какое хоро вообще? Какое хоро вообще? Какое? Ой… Это волшебные звезды. Друзья, ведите здесь в зелоку. Да. Может, я вас попрошу, оттуда, где вы сидите, подуйте, пожалуйста, в ногу. И вот здесь подуйте, пожалуйста. Спасибо. И вот серьезно настроенная мама. Подуйте, пожалуйста, на кулечек. А давайте все мамы и папы подуем на кулек. И вот серьезно настроенный папа. Он знал, куда он пришел. Давайте подуем вместе. Спасибо большое. Итак, готовы? Да. Я открываю. Внимание. Раз, два, три. Это что такое? Это какие-то мышиные хвостики идут. Так, они, я открываю. Это что такое? Это какая мышка была, друзья? Часть спустя мы открыли мешочек. Ой, ёлочка! А теперь, друзья, внимание! Дело в том, что мне нужна помощь одного необыкновенного человека. Но посмотрите внимательно, друзья мои, на эту прекрасную маму. Вот она! Лида! Я сказала маме и Волшеб сказал. Мама! Подойдите, пожалуйста! И мама пошла под бурный аванс! Мама! Можно я попрошу, пожалуйста, сохранить его время? Спасибо большое! Давайте похлопаем на внимание! Итак, внимание! Посмотрим, что там такое! Готовы? Я только это попроску, а потом все вместе! Что же там такое? Так... Раз! Два! Три! Друзья, я там такое видел! Держите его вдвоем, от тепла ладошка он будет разгораться ярче. Спасибо. Спасибо. А теперь посмотрите все на волшебный свет внимательно. Скажите, пожалуйста, свет какой, добрый или злой? Добрый. Если свет добрый, то это значит, что и сказка тоже будет добрая. Спасибо. Друзья, а теперь внимательно. Видите там, где нет крыши? Подойдите туда немножко. И приглядитесь, разгорается огонь, начинает мерцать. Понимаете, что это означает? Что? Что наша сказка будет начаться. Вы готовы? Да. Но наша сказка не может начаться. Знаете почему? Почему? Дело в том, что наша сказка может начаться только для того, кого она знает. А вас, Антона, еще не знает. Что же делать? Надо постараться. Может быть, нам познакомиться. Подойдите руку, кто любит знакомиться? Я. Сейчас мы будем делать вот что-то. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Аркадий. Скорее. А как тебе сказка? Аркадий. Савва все-таки хорошо. Арсений. Арсений. Савва. И еще один. Аркадий. И друг. Так. Вы всех забрали или нет? Как Вас, Люба? Горж. Горж. О, Юля. Сейчас. Вот так. Так. Вы готовы? Да. Для того, чтобы наша сказка началась, нам нужно погасить наш обычный волшебный свет, чтобы зажегся необыкновенный волшебный свет. Вы готовы? Да. Так. Внимание. Давайте посмотрим на наш ламп и задуем их на раз, два, три. Готовы? Раз. Два. Раз. А теперь, друзья мои, давайте разогреем наши ладошки, так как сейчас осень, и нам нужно согреть нашу сказку. И подуем теплом наших ладошек на нашу сказку. И еще раз, спасибо, друзья, так наша сказка начиналась. Давным-давно, так давно, что об этом никто уже и не помнит, кроме самых настоящих волшебников. Далеко-далеко отсюда стоял необыкновенный, сказочный, волшебный. Что? Дома. Дома, конечно. И в этом замке жил его необыкновенное его величество. Кто? Король. Ой, какой-то смешной король. Что это такое? Его величество король. Змея король. Змея король. Это следующая сказка. Его величество король. Каждое утро, день или вечер, когда королю было заняться нечем, он вставал в своем замке, спускался по лестнице вниз, присаживался на стольчик, протягивал руку наверх, и тогда самая яркая, самая нежная, самая добрая и светлая звезда опускалась к нему на ладошку. И он загадывал свое самое сокровенное что? Желание. Верно. Он говорил. Звезда. Я хочу... А чего он мог пожелать король, например? Чтобы он был сильным. Чтобы он был сильным. Он говорил, я хочу быть всех сильнее. О, какую силу он чувствовал необыкновенную. или он говорил, я хочу... Я хочу. Я хочу... Я хочу. Я хочу чего-нибудь очень вкусненького. У него было... Верно. Верно. И чего бы ни попросил, король, все сбывалось. Да, он говорил, я хочу, я хочу, я хочу. И звезда все исполняла, исполняла, исполняла. И вот однажды, когда его величество, король спал в своем замке, в королевство прилетело. Что за страшный сон? Большой и страшный. Кто? И что он сделал со звездой? Почти. Он схватил ее острые зубы и унес далеко-далеко от королевства. Король проснулся, спустился по винтовой лестнице вниз, присел на свой стульчик, протянул руку наверх. И в первый раз в жизни звезда не опустилась к нему на ладошку, и он не смог загадать своего самого сокровенного желания. Прошло лето, началась осень. Всюду шли дожди, была сляпы. Король выходил в свой сад на стульчик, чтобы оплакать. Он выходил, высматривал свою звезду, но звезды никак не было. Тогда он присаживался и ждал, когда же она появится. Ну, друзья мои, скажите, пожалуйста, если просто так сидеть, ничего не делать и плакать, ведь ничего не произойдет? Правильно, поэтому лукер слезы. И что она решила сделать? Пойти искать. Молодец, мой друг Сумом. Пойти искать. Пойти искать звезду. Не может быть. Да, это же очень хорошая идея, пойти искать эту саму звезду. И его величество король отправится. Но его величество король не мог просто так отправиться. Почему? Ведь путь мог быть очень долгим. Точно. Ему нужно было как-то согреться. Поэтому, чтобы не замерзнуть по пути, он должен, ну что надеть? Что? Куртку. Куртку, пальто, да тетя. Что? Ваше величество, возьмите, пожалуйста. Что это? Где он, Розита? Это пусто. Ваше величество. Это что? Держите, пожалуйста. Что бы ни случилось, согревайтесь. Ваше величество, ну что вы так волнуетесь, честное слово? Возьмите, пожалуйста. Держи. Не волнуйтесь. Его величество. Его величество король взял Ванкию с собой, чтобы укрываться, когда подует сильный, сильный ветер. Но чтобы его величество король защищался от врагов, ему нужен был большой что? Щит, конечно. Щит защищал. Давайте начало щит. Не мечта какой-то просто коведенец. Ваше величество, что это? Защищай. И большой, чтобы защищать Конечно, месть, друзья Не месть, месть Месть Бывали Не месть, а какой-то просто поведение Ваши места, держите И он отправился в путь Его величество, король, не мог отправиться пешком Поэтому он оседлал своего самого верного Кого? Кого! Но дело в том, что величество король так давно никуда не отправлялся Что забыл, как зовут коняк или лошадь И ему нужно было дать какое-то имя И вот вдруг Вот здесь, да Вот прекрасная мама Она усмехнулась и сказала Я знаю, как его зовут И мама дала имя Мама, как будут звать нашего коня или лошадь? Сирка, бурка Сказала мама Спасибо, мама Давайте поклон Но дело в том, что у папы тоже было какое-то мнение И папа тоже Где же папа? Папа? Вон он, папа 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 сделал вид, что завязывает шнурок Но я уже его увидел Папа, скажите, пожалуйста Как мы назовем нашего коня или лошадь? Пусть будет конь Боцефал А, ну хорошо сказали Боцефал, да? Спасибо большое Давайте похлопаем нашу Боцефал Боцефал будет звать Давайте И тогда его ищество король сказал Но Боцефал И Боцефал Он скакал Скакал И вдруг Почему это? Он свалился? Друзья, давайте его похлопаем Что там закатывала Его Величество король Поскакал Он скакал Скакал И вдруг Что это? Давайте похлопаем Его Величество король Поскакал И У Я не знал, что он так умеет. Король скакал очень долго. Впереди была длина дорога. И вдруг он скакал, скакал, скакал. И не заметил, как перескакал к большому, с большими волнами. Море. А на море на его волнах качался что? Радун. Раздутый на всех. Его величество коры, посмотри, направо. Пираты. Налево. Пираты. Хорошо, хорошо, пираты. Дело в том, что никого у корабля не оказалось. Его величество коры сел на корабль и отправился в путь. Он отправился и запел свою самую любимую песню. Плыви, плыви, кораблик мой. Вернусь ли я еще домой? Шумите волны за бортом. Ой. И вдруг, навстречу ему, выплыл большой корабль с неопокровенными турасами. И это были пираты. Вдруг, как ты так узнал, конечно. Это были пираты и корабль. И король подумал, у них такой большой корабль. И их там много. У меня такой маленький. Что же делать? Он встал на носу корабля, готовый защищать свой маленький корабль. И вдруг из большого корабля пиратов показалось... Что это? Пушка. И послышал сосал. Пи-пи-пи. Но никаких ядер, больше ничего не посыпалось. И король понял. Он услышал какие-то песни на корабле. Дело в том, что у пиратов был день рождения. День рождения у капитана корабля. И пираты не заметили кровя и поплыли дальше. Фууууу, подuhал король. Избежал такого столкновения и поплыл дальше. И вдруг на море поднялся сильный сильный ветер. А когда сильный ветер поднимается, так то называется. Правильно начался сильный шторм. И корабль оброкинуло кверху дно. Корабль рассыпался на части, а король упал в голову. А на дне океана жила большая и зубастая акула, которая вздремнула, но от всплеска, когда король упал в воду, она проснулась, она была очень голодна, а король упал в воду и уже едва касался дна. Дело в том, что король не умел плавать, он ни разу не попросил звезду, чтобы она хоть чему-то его научила, нет, он говорил, я хочу конфер, мороженое, отроженое, но он не говорил, звезда ночью не плавать, я не умею. И вот что мы видим, друзья, вы умеете плавать? Да! Давайте очень, очень, спасибо, мой любимый, медленно покажем, как нужно плавать, учили его плавать, друзья, вот так, вот так нужно плавать, ваше величество, и он повторит так. Спасибо, друзья, вы умеете плавать, а наша акула осталась ни с чем и поплыла себе дальше. И король выплыл на берег и оказался на каком-то обрыге, на каком-то обрыге вниз, все время какая-то оказалась пропасть внизу, но не знал, и вдруг он увидел, что это там написано. Все, мы поможем ему завести самолет? А чего, а чего, а где-то не выступает. Сейчас посмотрим, как они выступают. Возьмем винт, и раз, и два, и три. И вдруг самолет взорвался, и его величество второй слетел. Он летел высоко-высоко, он взлетел выше самых высоких глубоков, он поднимался все выше и выше, выше самой высокой на свете крыши. Он летел и думал, как же хорошо, вот так подняться вверх над землей, когда все такое маленькое, а я, и вдруг, и вдруг он что-то соблюдает. Но его величество король успел выпрыгнуть из самолета, и он медленно спустился на парашюте вниз. Все сбывается, что мы говорим, друзья, мы говорили, пираты, пираты, пускали парашют. А, ну ты стараешься, парашют. И он оказался на дне какого-то ущелья, какой-то пропасти. Друзья, поможем мы ему выбраться? Да. Тогда самый внимательный. Посмотрите, пожалуйста. Дело в том, что в этом ущелье, в этой пещере спряталось кое-что необыкновенное. Один предмет здесь какой-то странный. Ну-ка, раз, два, три, посмотрите, что это. Три, два, три. Воздушный шаг. Его величество король сел в воздушный шаг. Давай с поможем, подуем на него. Раз, два, три. И воздушный шаг поднялся высоко, высоко. И его величество король вылетел из этого. И вдруг... Что это за звук? Пирта! Пирта в шаре! А-а-а! И его величество король успел выпрыгнуть из шара. Он выпрыгнул и оказался на каком-то странном острове. Он посмотрел... Такой же зубный был! Да. Он посмотрел вперед. Там никого нет. Ни встали назад не ходил. И вдруг... Это не обязательно. На встречу ему вышел большой и красивый. Кто? Тирий! Близ... Чего? Присмотрите, друзья, хорошенько. Кто был? Тудаев! Кто вышел к нему? Носорок! Носорок просто... Ху! Ой, правда, носорок! Его величество король сказал... Здравствуй, носорок! Носорок сказал... Здравствуй, Ваше величество! Его величество король сказал... Проводи меня, пожалуйста, к дракону, который живет в пещере. И носорок сказал... Конечно, садись ко мне на спину. А как? Вставай ко мне, народ, я тебя и подброшу. Ему верчество король. Встал, народ, носорог, носорог. Как? Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Да не бьешь корону, носорог, нет, другую сторону. А носорог сказал, знаешь, что король? Только самый правый может отправиться к пещере дараконов. Доброго тебе пути. Носорог пошел своей дорогой, а король встал и подумал. Какой странный носорог. Он пошел дальше и вдруг к нему навстречу вышел большой и красивый кто-то. Значит, что с вами, а? Это что? И правда, Ему верчество король сказал, здравствуй, слон. Здравствуйте, Ваше величество, ответил слон. А проводи меня, пожалуйста, к дракону, который поднял мою звезду. Конечно, залезай ко мне на спину. А как? Вставай ко мне на хобот, я тебе и подброшу. Ему верчество король встал на хобот к слону, слон. Как? Какое? Какое? Слон пошел и икор и сказал, слон, мне не в ту сторону, мне в другую сторону. А слон сказал, только самый умный может отправиться в пещере драконов. Доброго тебе пути. Слон пошел своей дорогой, а король встал на хобот и подумал. Какой странный слон. И вдруг, и вдруг, да, навстречу с королем вышел большой хобот. Жираф. Но! Дело в том, что жираф ничего не сказал. Он увидел очень вкусный цветочек, который рос на земле. Он опустился, чтобы съесть цветочек. А король-то подумал, надо жирафу на голову встать. Король встал на голову жирафу, а жираф подумал, в чем дело? Жираф ничего не понял и пошел своей дорогой. А король летел, летел, летел и приземлился на ноги. И вдруг, король приземлился и оказался у какой-то высокой горы. Это вулкана! Да, может быть, что-то вулкана. Но дело в том, что у дракона, у этой скалы или вулкана не было никаких ступенек, чтобы подняться и перелезть. И король подумал, неужели на этом закончится моё происшествие? Я так и не дайду для дракона. Друзья, мы поможем? Да! Сделайте так кулачок и тихонечко, бездушно. И вдруг в скале открылись волшебные двери. Король пошел внутрь скалы и оказался в пещере. Это была пещера. Дракона! Его величество, король, встал напротив дракона и сказал... Что сказал король дракону? Я не боюсь! Думаете, что я не боюсь? Я не боюсь! Друзья, дело в том, что его величество, король, был его величество, король. И он сказал, здравствуй, дракон! Отдай, пожалуйста, мне звезду, которую ты у меня собрал. И что, ответил дракон? Нет! Вы думаете? На самом деле дракон ответил так. Дорогой король, я живу много тысяч лет. И за это время ко мне никто ни разу не пришел и не поздравил меня с днем рождей. Стоило мне только где-нибудь приземлиться. Я видел страх и ужас на лицах. Все разбегались кто куда. И я оставался один всегда. Я таким родился. У меня такие крылья, такие зубы, глаза, но я никогда никому не причинял зла. И вдруг король понял, что дракон очень добрый. Просто дракону очень и очень одиноко. И тогда король сказал, знаете что? Король сказал, дорогой дракон, я приглашаю тебя к себе. Во дворец, где мы отпразднуем все десять тысяч твоих дней рождения. Вау! Дракон как представил, как они будут праздывать десять тысяч дней рождения. Открыл рот от изумления. И вдруг та самая звезда. Вылетела. Поднялась в высоко лето. Король сел на дракона. И они отправились во дворец. И его величество королю. И с тех самых пор его величество и дракон неразлучные друзья. До свидания. До свидания. Давайте скажем спасибо, душе звездочное. Спасибо. И на этом наша сказка заканчивается. Но на самом деле наша сказка где живет, друзья? Где живет? Вам понравилась наша сказка? Давайте-то ей громко-громко похлопаем. А давайте еще громко ей похлопаем. А давайте громко ей крикнем «Ура!» А еще громко, давайте крикнем. А теперь давайте похлопаем нашему доброму волшебнику. Ну и совсем немножечко его величеству, королеву, мы не можем сказать. Теперь проходите, как я попрошусь. Вы проходите, друзья. Дело в том, что мы сейчас с вами отправимся с этим. Думаю, вы же не будете хрустить. Нет. Дело в том, что мы сейчас с вами всеми подподарим. Самое лучшеещее. Думаю, что мы не понимаем, где же вы с ними. Вы должны сюда идти. Так разбирайте себя в воду. Так, хорошо. Так. Не переживайте. Мы все будем идти. Так, давай. Моя. Внимание. Давайте, пожалуйста, всем. Давайте, друзья, с улыбками развернемся к нашим мамам и папам. Улыбнемся нашим мамам и папам. И похлопаем им тоже сказать спасибо большое. А вы, мамы, давайте громко похлопаем нашим маленьким друзьям. Ну что же, до свидания, друзья. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова